Мой сегодняшний гость на днях отметил своеобразный юбилей. 30 лет во главе управления крупного федерального ведомства в Алтайском крае. Меняются президенты и губернаторы, разное краевое и федеральное начальство, коллеги в других регионах. А он по-прежнему на своем посту. Разве что полномочий у его службы год от года все больше и больше. Здравствуйте, это программа «Ваша партия. Один на один». И я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю Степан Поспелов. Степан Степанович, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Ну, 30 лет на госслужбе, это само по себе достаточно много. А еще и на одном посту, в одном ведомстве. Ваши ощущения и чувства. И 20 января, по-моему, да, фактически был юбилей. Как отметили, вот, о ваших, так сказать, 30 годах. Артем Иванович, я на госслужбе, вообще-то не 30, это я 30 лет возглавляю управление. А вообще, я на госслужбе, служу Отечеству с 1980 года, работая в Министерстве оборонной промышленности Советского Союза. То есть, получается, 11-40. Еще это все, государственная служба, работая на предприятиях в Алтайском крае оборонного комплекса. В Бийске на СИП-прибормаше. Это он уже в 82-м году СИП-прибормашем стал. И в Барнауле филиал СИП-прибормаши, механический завод. Ну, в народе его звали вертолетный. Сейчас производственное объединение «Алмаз». То есть, по сути дела, это у меня второе место работы. Ну, вот на одном посту 30 лет, в общем. Да. Это самое-самое. В должности руководителя управления. Вот как все-таки? 30 лет срок такой солидный, что даже страшно. Да, как космический полетный. Мои коллеги на 30-летие нашего управления сделали дружеский шарж. И мне очень понравилась одна из реприз. 30 лет, полет нормальный. Ну, вот, собственно говоря, этим можно все. Усталости нет какой-то? Нет. Знаете, как некоторые говорят, профессиональное выгорание. Ну, долгое время. Или ощущаете себя полным сил и энергией. Наоборот, вот приходит ощущение того, чем больше ты в предмете, в этом функционале, тем больше ты понимаешь, какие процессы происходят в стране, особенно в экономике. Наш все-таки блок вопросов, он в первую очередь экономический блок. Поэтому ощущение усталости или чего-то там сказать, что это все надоело, далеко не так. Наоборот, я ответил. Как отметили? Отметили в семейном кругу. Ну, на работе, наверное, тоже коллеги поздравили. Я имею в виду в семейном кругу. А, семейное, это то есть на работе, да? Управление, коллектив, это моя семья, тем более я это все создавал своими руками. Были награждены все, практически без исключения сотрудники, ведомственными наградами. Мы никого не приглашали, не было официальной никакой части. Вот я говорю, внутри коллектива мы это сделали. Ну, поздравили коллеги с нашего сибирского федерального округа. Единственное, кто сам самостоятельно пришел нас поздравлять, это президент торгово-промышленной парады. Чесноков. Борис Анатольевич. Борис Анатольевич Чесноков. И по долгу нашего взаимодействия он возглавляет общественный совет, я чуть позже скажу об этом. Общественный совет при нашем управлении. И нас личное отношение связывает очень много лет, 1994 года. Степан Степанович, ну 30 лет за спиной такой сложной, многотрудной работы. Какой период, какой этап вот вашей работы, по вашим оценкам, по вашему мнению, был такой самый сложный, может быть? Какой самый интересный? Безусловно, это 90-е годы, это начало работы. Это самый сложный был процесс, когда шел процесс формирования коллектива, когда шел процесс формирования законодательной базы. И, как я уже отметил, я пришел сюда совсем с другой сферы деятельности. За 11 лет я прошел путь в оборонном комплексе от экономиста до заместителя генерального директора. То есть я в совершенстве знал производство, в совершенстве знал экономику, финансы, предприятия. Да, все-таки совсем другое тут. А здесь совершенно другой формат. Это уже масштаб краевого уровня. И здесь уже процессы, те, которые были мне до боли знакомы на предприятии, в объединениях, для меня это были сплошные новеллы. Это нужно было понимать, что происходит в экономике края. Это нужно было понимать, что в политике края происходит. У меня таких навыков не было. Ну, Степан Степанович, судя по тому, что вы 30 лет возглавляете эту службу, значит, все-таки надо понимать, что разобрались в этих проблемах и свою должность освоили. Расскажите коротко телезрителям, да и, может быть, мне тоже, чем сегодня занимается ваша служба, вот так, в самых общих чертах. То есть какие направления деятельности основные? В 90-е годы, 2000-е годы в геополитических процессах, которые в мире происходили, наша страна вписывалась тогда в полном объеме. Ну, в мировую экономику. Да, совершенно верно. Я в каком смысле, что мы такие процессы, которые были запущены в нашей стране, устраивали в первую очередь наших теперешних, скажем так, мягко говоря, противников, и Евросоюз в этом формате, который мы сейчас все это наблюдаем, и то, что происходит. Тогда мы, в общем, по долгу службы, мне приходилось побывать и в Соединенных Штатах Америки, и в Федеративной Республике Германии, и во Франции, я был в Австрии, в Польше, в Венгрии, в Греции. Я к чему это все рассказываю? Естественно, в рамках наших взаимодействий, наших конкурентных ведомств, этих стран, которых я перечислил, и не только этих. Ни в одной стране, где я был, такого формата и такого функционала, как в России, наше конкурентное ведомство, нигде этого не было. Ну, если конкретно, чем вы занимаетесь? А вот конкретно, сейчас я вначале таким юридическим языком, а потом, ну, немножко крупными мазками расшифрую. Самый базовый и основной закон, за которым мы осуществляем государственный, за исполнением которого мы осуществляем государственный контроль, это закон о защите конкуренции, это базовый закон, причем там прописаны наши, это закон прямого действия, скажем там, где четко прописаны наши все полномочия. Это закон о естественных монополиях, федеральный закон, это закон о регулировании рекламного рынка, закон о рекламе, это и 381 закон, закон о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации, в части там нескольких статей, но там четко прописаны нормы антимонопольного законодательства. Это и тарифное регулирование естественных монополий, и... То есть тарифы на электроэнергию и тепло, ну, это от Москвы занимается. Да, это занимается центральный аппарат, полномочия нам не передали на землю, на территории. И, естественно, осуществление государственного контроля за закупками в области государственного оборонного заказа, это огромный пласт работы. Ну, и госзакупки вы контролируете ведь тоже. Естественно, это гособоронзаказ, это понятно все, но это такая отдельная песня. А вот госзакупки-то это самое такое, то, что всех касается. Это, да, это 44-й федеральный закон, так называемый, ну, мы его называем на своем сленге о контрактной системе, коротко и понятно. Да, это что касается, собственно говоря. Иван Испанович, вот одним, как вы сказали, одним из направлений вашей работы является создание предпосылок для добросовестной конкуренции, равных условий для работы бизнеса на рынке. Между тем, вот у нас в Алтайском крае, да не только в Алтайском крае, во многих других регионах, значительная часть бизнеса работает в тени. Об этом и руководители края не раз говорили, руководители, так сказать, ведомств соответствующих, что как раз мешает проявлению конкуренции и равноправия. Ну, потому что один легально работает, другой, так сказать, в тени, а уже неравные условия для, так сказать, бизнеса. Вы с этим боретесь, вы, так сказать, вот этой работой занимаетесь, это же тоже, в общем, проявление свободной конкуренции. Вот вторая часть, что касается второй части вопроса, если так их можно разделить, вот уход в день и неуплата налогов, это основное, естественно, почему. Да, это, безусловно, является неправомерными действиями со стороны предпринимателей, но это не предмет нашего рассмотрения. У нас достаточно большое, небольшое, достаточное количество обращений, когда по нашей тематике к нам приходят заявления, есть и такие направления, когда информируют нас о недобросовестных действиях со стороны участников того или иного рынка. Мы передаем, как правило, вот эти документы в МВД. То есть, если нелегально, не собирают закон, то, увы, соответствую, чем другое. Да, в главк МВД передаем, это их тематика, это есть управление по борьбе с экономическими преступлениями в структуре, вы прекрасно это знаете, это их тематика, это как раз уход от налога. А вот то, что касается нашей непосредственно функционала, это недобросовестная конкуренция, здесь я вас услышал, не буду юридическими терминами нашими говорить, скажу очень коротко и понятно. За нами остается государственный контроль за недобросовестными действиями участников рынка, хозяйствующих субъектов предприятий, которые дискредитируют своим поведением или своими действиями своих конкурентов, либо их товары, которые они производят, либо их услуги, которые они оказывают. В том числе путем и недобросовестной рекламы, да? Это все можно, сюда под это, здесь под эту формулировку можно, и искажение сведения конкуренте, недостоверность, неточность, это... Ну понятно. А и вот второй момент, мы его тоже по-простому я вам назову, это паразитирование на известных раскрученных брендах. То есть товар, товарные марки используют? Совершенно верно. Интеллектуальную собственность незаконно предприятия, предприниматели могут использовать, могут товарные знаки и прочее, прочее, прочее. То, что наработано годами известно и в России, и в Алтайском крае, предположим, скажем вот так вот. Какие рынки, вот сейчас я еще закончу мысль, на каких вот рынках это происходит? И машиностроительный комплекс, и химическая промышленность, нефть и газ, и общественное питание, и автомобильный транспорт, и торговля. Вот в этих вот сферах по двум основным вот этим направлениям мы очень активно работаем. Причем одну особенность замечу, если по некоторым нашим направлениям количество жалоб и обращений уменьшается из года в год по определенным причинам, я скажу об этом. А здесь наоборот, количество обращений и жалоб на недобросовестное поведение конкурентов на рынке, оно растет. Причина очень простая. Предприниматели активно входят на рынок, активно продвигают свою продукцию, и, безусловно, грамотность бизнеса стала на порядок просто выше. Поэтому и количество... Соответственно, и обращений к вам становится больше. Да, и чем еще... То есть защищают свои права. Совершенно верно. И чем еще вот наша служба отличается, скажем так, от судебных органов? Я, конечно, некорректное сравнение делаю, но, тем не менее, мы оперативнее, гораздо оперативнее рассматриваем эти жалобы. То есть мы проводим расследование самостоятельно и выносим сами же решения. Вот, поэтому... То есть вы как в одном лице, как два в одном, да? Да. И следственные действия, и, ну, как бы, такие судебные решения. Ну, можно. Всем они, конечно, вынесут, но, тем не менее, какие-то окончательные решения уже вердикт. Можно так сказать, да. Степан Степанович, ну, вот, сегодня много пишут и говорят о росте цен. Всех эта тема по понятным причинам волнует. Вы каким-то образом как-то участвуете в контроле, в надзоре за вот ценовой ситуацией на рынке? Люди сейчас, это, наверное, тема номер один. Да, безусловно, рынок продуктовый, он достаточно разогрет, но, тем не менее, тенденция к снижению сейчас давления на этот рынок происходит. Ценники медленно, но приходят, скажем так, в более-менее адекватное состояние. Законодатель четко определил наш функционал, то есть нашего ведомства, что связано с ценами. Это не только на продукты питания, это и потребительский рынок. Ну, понятно, продукты питания, давайте вот о них, потому что в первую очередь это волнует. Он нам четко, законодатель, определил наш функционал. Два момента, когда мы можем влиять на эту ситуацию. Если предприятие доминирует на рынке, обладает рыночной властью, ну, по-простому, как еще проще сказать, 35%, если доля на рынке этого хозяйствующего субъекта есть, и если мы в процессе мониторинга или жалоб обнаруживаем, что он завысил цену, есть такое понятие в нашем законодательстве, монопольно высокая цена. Мы проводим расследование, и если он попадает под эти критерии, этот хозяйствующий субъект, тогда наши меры принимаются полностью. Мы однозначно возбуждаем дело и предписываем этому субъекту привести ценник в соответствии с его затратами и другими сопровождающими элементами. А так, вообще-то, ну, что говорить, мы в рынке живем, в рыночной экономике, поэтому, как говорится, цены регулируются свободно, так сказать. Совершенно верно. И еще один момент. Вот это в четвертом, по-моему, антимонопольном пакете, или в третьем, я скажу чуть позже об этом тоже коротко. У этих предприятий, которые вот попадают под понятие доминирующие, есть еще так называемые антимонопольные каникулы. Если у него объем валовой выручки ниже 400 миллионов рублей в год, то он не попадает, то есть мы с ним работать уже не можем, с этим хозяйствующим субъектом. И второй момент. Ну, это уже, наверное, Степан Степанович, детали такие. То есть вы просто смотрите и контролируете предприятия на предмет того, чтобы была конкуренция на рынке. А сами цены, я так понимаю, ну вы... Нет, вот ценник, я сказал, если это предприятие по критериям попадает в поле нашего зрения, мы однозначно можем предписать снизить цену. И таких примеров достаточно много за нашу работу. И второй оценочный показатель, когда мы можем влиять на ценовую ситуацию на продуктовом рынке, если мы говорим об этом. Если мы увидим, что хозяйствующие субъекты одномоментно, то есть в какой-то небольшой, совсем небольшой промежуток времени, подняли цену, причем в гору, естественно, до одного уровня. Это то, ну так называемый картель. Сговор. То есть они между собой сговорились. Совершенно верно. Это тоже в чистом виде наш функционал. Это ваша компетенция. Все, на этом наш функционал заканчивает. Все остальное, вы правильно, Артем Иванович, сказали, это рынок, конкуренция, и тем более продовольственный рынок, это суперконкурентный рынок. Там огромное количество и продавцов, и поставщиков, производителей товаров. В любой магазин можно зайти, и в зависимости от категории, от ценовой категории, можно выбрать, по сути дела, в очень большой диапазоне ценник. Степан Степанович, ну мы вот коснулись темы, вы сказали, что надзираете и контролируете эффективность госзакупок, то есть со стороны органов госвласти. Удалось ли государству навести порядок в этой сфере, потому что в свое время было очень много претензий со стороны надзорных, контролирующих органов, к разным органам власти по поводу госзакупок. Это же, кстати, огромные деньги, миллионы, а иногда даже и сотни миллионов. Миллиарды. Да, и стало ли меньше преступлений, фактов каких-то нарушений законодательства, фактов нецелевого, неэффективного использования бюджетных денег в этой сфере? Что вы можете искать по вашим наблюдениям? Вот, с точки зрения нашего законодательства, а это прописано в 44-м федеральном законе, контрактной системе, как я уже сказал, мы осуществляем государственный контроль, как уполномоченный государством за этими действиями, за контрольными, только в части открытости, прозрачности и доступности к этим закупкам всех хозяйствующих субъектов, в том числе и предприятий малого бизнеса. Вот все, о чем вы сейчас сказали, эффективное использование средств, затем... Ну, бюджетных, в первую очередь, о бюджете. Безусловно, мы только речь идем... Частный бизнес, бог с ним, это его частные деньги. Я имею в виду участие малого бизнеса в этом. Вот то, что касается эффективности расходования бюджетных средств, это уже не входит в нашу компетенцию, это входит в компетенцию. В законность, соответственно. В соответствии с законом мы этот вопрос не смотрим. Это вообще, по большому счету, забота общественных... Ну, общественные и правоохранительные органы. Правоохранительные, счетные палаты, ну и, естественно, правоохранительные органы. Но скажу одну деталь. Нас достаточно часто привлекают в качестве экспертов при проведении, при расследовании уголовных дел. Именно связанной с коррупцией в рамках... В области госзакупок. В области госзакупок, в отношении определенных... Не далее, как вот, буквально в тот четверг нас Следственный комитет приглашал наших специалистов. Не буду называть фамилию конкретно, безусловно. В отношении... Достаточно большие суммы в виде так называемых откатов были. Ну, до 10%, как правило, берут, когда речь идет о преступлении. Органы власти или что это? Безусловно, заказчик органов власти. То есть у нас в крае здесь, да? У нас в крае, я, естественно, не могу сказать. Хотя я знаю, в отношении кого он, безусловно. Ну, естественно, раз вас приглашают. Раз нас приглашают туда. Таких фактов... Но, в целом, вот эти факты, они были, есть и, наверное, к сожалению, будут. Но система порядка стала больше вообще. Безусловно. Вот я вам скажу только одно. Вот что касается экономии бюджетных средств, всех уровней, федеральных, региональных, краевых денег, муниципальных. Это, конечно, не предмет нашего разбирательства и контроля. Но, тем не менее, мы, естественно, владеем этой информацией. Недавно, буквально, на сайте правительства Алтайского края эта информация опубликована. Где говорится о том, что по итогам 2021 года условная экономия составила 4,7 миллиарда бюджетных денег, краевых. Это достаточно, это порядка 9%. Я так понимаю, что в эту сумму, наверное, и ваш вклад есть. Так или иначе, косвенно, прямо или косвенно. Мы стараемся, не стараемся, а наш функционал заключается как раз, чтобы равный доступ к закупкам был. Это самое главное. Равный доступ всех, без исключения. Он позволяет, так сказать, целевым образом использовать деньги, эффективно их раскладывать. Экономить в том числе. Безусловно. И вот один нюанс еще, что касается вот этих вот, скажем так, схем не очень прозрачных. Ну, серых схем всяких. Понятно. Есть так называемая категория профессиональных жалобщиков. Они, это, как правило, юристы очень высокого класса, они не являются участниками этих процедур. Нет ни аукционов, ни конкурсов. Они просто пишут грамотно жалобы на действия. Ну, в чьих-то интересах, наверное, тут же. Безусловно. Зачем они это делают? Коммерческие. Зачем они это делают? А делают лишь для того, чтобы получить вознаграждение от участника закупки, конкретно, которые были в этом процессе, либо от самого заказчика, как правило, тоже. Которые не выиграли, не победили в конкурсных процедурах, я так понимаю. И схема очень просто работает. Либо вы платите нам за то, что мы отзовем свою жалобу, а, как правило, они зачастую бывают обоснованными. Либо мы вам просто разрушим эти торги. Как правило, это и идет ближе к концу года. Когда деньги нужно... Каких только, Степан Стиванович, каких только жуликов нет? Совершенно. Это и есть вот... Но, к сожалению, в рамках 44-го закона мы не можем воздействовать. Мы работаем с ними. Поэтому я всегда говорил, и сейчас, пользуясь случаем, я абсолютно убежден в том, что вот таких вот процедур, вернее, вот таких вот профессиональных жалобщиков будет по максимуму мало, если сами заказчики будут относиться... Соблюдать закон. Совершенно верно. Степан Стиванович, вернемся к тому, с чего начинали. Я немножко о личном хочу все-таки расспросить. Начинали с вашего, так сказать, с истоков вашей государственной службы и так далее. И вернемся. Все-таки хобби, увлечение у вас есть, помимо государственной службы. Что-то, может, коллекционируете, чем-то увлекаетесь, охотой, рыбалкой и так далее. Я увлекаюсь автомобилем. Я получаю огромное удовольствие. То есть вы автомобилист? Я в выходные дни езжу исключительно на своем автомобиле. И я получаю огромное удовольствие от этого. Вам сам процесс или скорость нравится? Вы где-то трассу находитесь? Адреналин, скорость, бездорожье. Ваш рекорд какой скоростной? Ну, 110. Ну, 110, это не рекорд. Спасибо. И вы сказали бы 210. 110. Нет, безусловно, я на одном из приспособленных, скажем так... Я марку автомобиля не буду спрашивать, какой у вас по типу, что это за... Это внедорожник. Внедорожник, да? Внедорожник, да. А были легковые автомобили, но очень сильные автомобили. 250 я... Но это на приспособленных трассах. 250, ну понятно, это ваш рекорд, да? Да. То есть максимум. Ну, машина больше не пошла просто. И традиционный вопрос будем уже потихоньку завершать. У нас, к сожалению, время истекает. По поводу ваших любимых книг, фильмов, музыки и так далее. Что на вас в последнее время из прочитанного, просмотренного, прослушанного, ну, произвело такое наиболее сильное впечатление? Что, может быть, сейчас читаете? Я консерватор по жизни, причем везде, и на работе, и дома, и в быту. Поэтому для меня вот то, что я в молодости в своей сформировал, я могу слушать до бесконечности песни в исполнении Джо Дассена. Французский был такой великолепный. Ну, я-то помню. Может, молодежь-то уже не помнит. Мы с вами одного поколения. Вот. Я Абадзинского Валерия обожаю просто. То есть такое хорошее эстрадное мужское пение? Совершенно. Или необязательно мужское? Нет. Именно вот. Синяя птица. Ага. Я тоже в восторге от этих исполнителей. То есть наши российские вида, да? В вокально-инструментальной ансамбле. И под настроение музыку Поль Моряя с огромным ему дает французский компонзитор тоже 90-х, даже 80-х годов. Ну что ж, Степан Степанович, будем завершать. Будем завершать. Напомню, сегодня в гостях был руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Степан поспел. Степан Степанович, поздравляю вас с юбилеем 30-летним. Ну а всем телезрителям добра, берегите себя и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю.